Добрый день, дорогой друг. Представьте на одну минуту. Вы проснулись другим человеком. Сегодня с утра вы проснулись бедным разработчиком мобильных приложений. Потому что богатый разработчик мобильных приложений обычно не живет в съемных гостиницах. Тем более здесь через 3 недели начнется сезон дождей и вам придется поискать место получше. Может быть слетать куда-то на горнолыжный курорт в Австрию или Швейцарию. Как начинается ваше утро? С утра вы завариваете чашечку горячего кофе, открываете свой компьютер и смотрите заявки на создание приложений, которые вам пришли на сегодня. Вы их сортируете и у вас может оказаться 5 или 6 новых заявок. Из них, допустим, 5 заявок на разработку простых приложений, которые вы создадите за 5-10 минут. И одна заявка на создание дорогого сложного приложения, на которое вы потратите 2 часа. Вы разобрали заявки, прикинули, что по времени у вас работа может занять 3-4 часа. То есть сегодня до обеда вы уже будете свободны и вы можете сделать небольшую прогулку в горы. Но прежде чем начать отдыхать, нужно приняться за работу. Итак, вы открываете среду создания мобильных приложений. Лично в моем понимании, одна из лучших сред это BDE 5 версии. Она позволяет создать самое сложное мобильное приложение от 3D игры до любого специализированного мобильного сервиса. Более того, среда разработки основную работу за вас сделает сама. Для вас останется написать лишь несколько несложных для программиста строчек кода. Но, раз уж мы начали вот так вот красиво мечтать, давайте подойдем к реальности. Откуда же в нашем почтовом ящике с утра несколько готовых заявок на разработку мобильных приложений? Я вам покажу только один вариант, который существует в реальности. Вот один из партнерских сервисов, где авторы размещают заявки на услуги. Давайте посмотрим одну из услуг. Ну вот, например, создание простого мобильного приложения. Цена услуги 10 тысяч рублей. Автор платит полторы тысячи своим партнерам. Создание мобильного приложения, более сложного, это только авансовый платеж. 17,5 тысяч, отчисление партнеру 2,600. Еще один аванс. Аванс в 10 тысяч рублей, отчисление полторы тысячи и окончательный расчет 17,500. 17 до 17 это у нас больше 30 тысяч, а точнее 35 тысяч рублей, если 17,500 умножить на 2. То есть, автор разрабатывает недорогие приложения, которые являются средними по рынку. То есть, это средняя цена около 35 тысяч рублей. И платит своим партнерам за разработку такого приложения 2,600 до 2,600 больше 5 тысяч рублей. То есть, партнеры, желающие сотрудничать с разработчиком мобильных приложений, всегда находятся. Партнеры это владельцы тематических сайтов, баз, различных обзоров, каналов YouTube, посвященных мобильным приложениям, которые приводят клиентов. Партнер получает 5 тысяч рублей. Ну, конечно, на месте вот этого автора я бы не платил партнерам такие большие деньги, потому что вы всегда сможете за даже за тысячу рублей заказать в Директе, в Таргете рекламную компанию, которая привезет вам, принесет вам несколько хороших клиентов и которые сделают у вас вот эти заказы. Вот простой ответ, где брать заявки. На самом деле способов намного больше и скоро я вам о них расскажу. Но как стать разработчиком, хотя бы бедным разработчиком Android приложений, мобильных приложений, приложений для других мобильных устройств, стать свободным, начать путешествовать по миру, жить в хорошем и хотя бы чужом жилье. Как это сделать? Дело в том, что это не так просто. Для того, чтобы изучить программирование, научиться создавать по-настоящему хорошие и качественные мобильные приложения, потребуется не меньше двух лет обучения. Но, к счастью, есть очень хорошая новость. Сейчас создаются ред среды разработки. Это среды, которые позволяют, не зная программирования, не написав ни единой строчки программного кода, получить готовое, хорошее, работоспособное приложение уже через пять минут. Уже через пять минут вы сможете создать свое первое мобильное приложение и начать получать с него деньги. Как с него получить деньги? Вариант один – это сделать на заказ. То, что мы уже рассмотрели. Вариант второй. Я, например, делаю чаще всего приложение на заказ и отсюда у меня идет основной приток заработка. Вариант второй – это продать мобильное приложение. Давайте посмотрим, где его можно продать и сколько реально мобильное приложение стоит. Вот один из сайтов, где люди выкладывают мобильные приложения, различные сервисы, различные плагины для мобильных приложений. И вот мы посмотрим, мобильный сайт, 926 продаж. Второе мобильное сайт – 28 долларов, 488. Ну, давайте откроем калькулятор. 488 умножить 28. 13 тысяч долларов доход продавца. Умножим, ну, пусть с учетом комиссии 65 рублей у нас получится курс доллара, так как деньги еще придется выводить. Получится 888 тысяч рублей. Это вот такой вот доход авторов, которые продают мобильные приложения и различные опции для них. Maps Finder – мобильное приложение простенькое, которое ищет на карте. Android Live TV – вот такое приложение, вы подобное сможете создать сами, не написав ни единой строчки кода. То есть, очень простое приложение. У него, правда, всего лишь около 400 продаж, но за 15 долларов. То есть, это довольно-таки большая сумма, если не ошибаюсь, больше 400 тысяч рублей. Простое приложение – это так называемое приложение 5-минутки, которое очень быстро создаются. HD Wall Platter – это приложение, куда загружены картинки, которое позволяет создавать обои для рабочего стола. То же самое – 15 долларов и 306 продаж. То есть, Media Player – это очень простые приложения технически. Вот эти 5-минутные приложения нелегко создаются. Но, как мы видим, при объеме приложения для кафе, вот здесь у нас приложение для… Вот, вот, нотификатор. А, так, SMS-верификатор. В общем, приложение для нотификации, например, для рассылки уведомлений. То есть, это все 5-минутки. То есть, приложение, которое… e-commerce shop – приложение для интеграции с PayPal. То есть, можно к вашему магазину такое приложение привязать. Заказчики выкупают их. И вообще, компоненты и мобильные приложения очень хорошо продаются. То есть, продавать тоже можно. И с одного успешного приложения доход составляет в рублях 300-600 тысяч. Это нормальный показатель дохода. Итак, теперь подведем итог. Если вы хотите попробовать себя в роли бедного программиста мобильных приложений, вы можете уже сегодня приступить к изучению данного руководства. Вам не потребуется осваивать азы программирования, но вам потребуется освоить работу с некоторыми паттернами, с готовыми объектами программного кода, из которых вы можете собрать приложение практически на любой вкус. Вы можете, первое, собрать приложение для себя. Это тоже отличная возможность. Например, сейчас у многих авторов, которые работают на рассылках, падают продажи. Продажи падают, потому что рассылки не работают, письма просто не доходят. Если вы делаете мобильное приложение для своих покупателей или для своих партнеров, сообщение доходит 100% через пуш-уведомления, через специальные сервисы связи. Вот эта система работает. И эта система повышает в сравнении с почтовой рассылкой объема продаж не меньше, чем в 5 раз. Вот прошу взять на заметку уже успешных интернет-бизнесменов. Как вы можете применить приложения в своих интересах? Вы можете делать их на заказ. И вы можете создать первое приложение уже через 5 минут, которое принесет вам деньги. Сейчас в интернете очень много ненастоящих руководств по заработку, где обещают 1000 долларов через 40 секунд, 5000 долларов за какие-то несколько, 10 простых действий. Я думаю, вы понимаете, что это неправда. Даже создав мобильное приложение в программе, в программной среде разработки Red, которая позволяет быстро создать его, вы получите деньги не раньше, чем вы продадите это приложение. То есть, обычно деньги можно заработать, если вы работаете под заказ в течение первого дня. Итак, перейдем к сути. Если вам эта тема интересна, тема реального заработка, я научу вас, как делать качественные мобильные приложения с коммерческой направленности, и которые можно монетизировать. Я расскажу вам, какие приложения вы сами сможете создать. Итак, одно приложение вообще продается в диапазоне от 5 до 50 тысяч рублей. Это нормально. Но, вот та ниша рынка, где приложения продаются в порядка 30 тысяч рублей, она очень насыщена. Там много заказов, но там очень много тех, кто предлагает эти услуги. И в этой нише сложно работать. Не потому, что сложно разрабатывать эти приложения. Вы их научитесь разрабатывать. Сложно работать, потому что очень много конкурентов. Очень многие, кто почувствовали энергию этой ниши, они просто выкупают всю рекламу, они работают с клиентами. То есть, вы можете там получать заказы, но нерегулярные. Я научу вас, как работать в нише более низкого ценового сегмента, разрабатывать приложения для малого бизнеса от 2 до 5 тысяч рублей. Эта ниша практически не занята, потому что разработчики мобильных приложений обычно как-то игнорируют эти заказы, для них это кажется несущественно. Брать за 5, за 2, за 5, за 10 тысяч рублей приложения на разработку. Они ценят свой труд. И я думаю, что со временем и вы отойдете от таких дешевых заказов, как, например, отошел я. Но на начальном этапе вам это будет очень интересно. То есть, вы можете попробовать свои силы, начать создавать в низком ценовом сегменте приложения от 2 до 5 тысяч рублей. Для вас это на первом этапе может оказаться хорошими деньгами, хорошим подспорьем и стимулом учиться и развиваться в этой теме. Если вас устраивает разрабатывать приложение за 2, за 3, за 5 тысяч рублей, то отбоя от заказчиков у вас не будет. А я вам покажу пути, где брать заказчиков практически бесплатно, даже без вложений в рекламу. Итак, давайте перейдем к делу. Одно приложение вам может приносить такую купюру. То есть, это сумма от 2, 3, 5, 7 тысяч рублей. За день вы можете заработать уже вот такой показатель дневного дохода. Просто визуально человек лучше воспринимает. Я думаю, что вы представляете, что это сумма в день, это неплохо. И это может вам позволить жить жизнью бедного разработчика мобильных приложений. Итак, какие приложения мы будем создавать? Первое. Мы научимся создавать бизнес-ориентированные приложения, нужные любому предпринимателю, владельцу магазина, торговой точки, человеку, который занимается какими-то услугами, например, юридические услуги, консалтинговые услуги, все что угодно, даже MLM-компаниям. Это интересно, потому что это позволяет завязывать клиентов, создавать с ними систему установившихся взаимоотношений и делать им рассылки. Итак, приложение для бизнеса – это главный конек, и на это есть большой спрос. Приложение для сайта. У многих фирм есть сайты, но нет приложений, которые бы транслировали вот в этот программный продукт информацию с сайта. Такие приложения мы научимся создавать. Приложение страничек в соцсетях и приложение для интернет-магазинов. Для интернет-магазинов – это отдельная тема, на них очень хороший спрос. Приложения, которые позволяют нам создать карту, например, карту для гостиницы, карту для хостела, схему проезда для какой-то компании, приложение «Визитка» для компании, «Мессенджер». «Мессенджер» – это такое приложение, которое позволяет обмениваться сообщениями. Например, есть сообщество любителей казуальных игр, и такое сообщество вам с радостью заплатит несколько тысяч рублей, для того, чтобы вы создали для них закрытое приложение, где эти люди будут активно общаться. Я скажу, что я не разрабатывал приложение для сообщества казуальных игр, но вот у нас был заказ на приложение для закрытой социальной сети, нетрадиционной ориентации. Ну, разницы нету, если есть заказчик, почему бы не взять от него заказ. Приложение было продано, люди остались довольны. Итак, личное приложение для странички ВКонтакте, для тех, кто пиарит свой бренд, для тех, кто создает какие-то пафосные страницы, для того, чтобы раскручивать себя, свое имя или свои проекты. Для этих людей очень важно иметь вот такое вот приложение. Оно позволяет привлекать новых подписчиков, оно позволяет более респектабельно выглядеть страницы. Кроме того, мы научимся создавать и приложения для страницы в Фейсбуке, а это уже западный сегмент. Вы можете, если вы владеете хотя бы минимальным уровнем английского, брать заказы от зарубежных клиентов, которые платят, конечно же, больше. Приложение для ресторана, приложение анкеты, приложение магазина, приложение мобильного телевидения. Вы можете завернуть в приложение целый телевизионный канал, популярный канал. Вы можете завернуть в приложение портфолио, например, портфолио фотографа, свадебного фотографа. На это есть спрос, эта ниша открытая. и приложение для прослушивания музыки. Даже вы сможете создавать такие простые приложения, как фонарик и калькулятор, приложение обоев для рабочего стола телефонов. И вы сможете создавать несколько шаблонных игр, ну, несколько их больше двух десятков, то есть и много-много чего другого. Я расскажу вам про три способа заработка на мобильных приложениях сейчас. Как вы сможете зарабатывать? Первое, это с помощью клиентов. Клиентов не только от партнеров, потому что это, я считаю, не очень оптимальный способ привлекать клиентов. Я вам покажу настоящие рабочие способы, как привлекать клиентов практически в промышленных масштабах. Так, чтобы утром проснувшись, вы всегда на своей почте находили несколько заявок, так, чтобы ваш сегодняшний день не прошел даром и был занят. Дальше, я, рассказав вам, где брать клиентов, я расскажу вам, как зарабатывать деньги на бесплатных приложениях. Дело в том, что есть несколько способов заработка на бесплатных приложениях. Самый простой – это встроить в него рекламу от компании-партнера. Самый простой пример. Вот у вас есть простое приложение. Например, это приложение «Фонарик» или приложение «Книга» какая-то, или приложение «Онлайн-калькулятор». Простое приложение, но когда у вас приложение скачивает 60 тысяч человек, они начинают пользоваться, кто-то калькулятором, кто-то фонариком, чтобы посвятить. В приложении появляется маленький такой рекламный блок. Вот за этот блок пожизненно, пока клиент не удалит ваше приложение, вы будете получать деньги до 50% от монетизации этой рекламы. А реклама это очень хорошо платит. То есть вы можете создать бесплатное приложение, разместить его на сайтах, приложение начнет скачивать. Это приложение бесплатно, но пока за рекламу в нем вы будете получать пожизненный доход. Это вообще классная схема заработка. И я вам расскажу про третий способ заработка, который для нас именно интересен. Это пуш-рассылки. Система интересная как для малого бизнеса. То есть вы можете делать такие приложения под заказ, уже заворачивая ценник, не стесняясь за 30-50 тысяч за приложение. Отбоя от клиентов не будет. И вы можете делать вот эти пуш-рассылки самостоятельно. То есть вы запустили какое-то приложение бесплатное, в бесплатные каталоги. Люди начали их скачивать. Вы можете запустить рекламу от партнера, но вы можете подключить еще систему пуш-рассылок. Как это работает? Например, вы знаете, что у вас приложение номер один скачало 100 тысяч человек. Вы готовите короткое письмо, рекламу на ссылку товара. Например, энергетический браслет Power Balance поступил в продажу со скидкой. Перейдите на сайт. И вы рассылаете пуш-сообщение. Оно уходит на 100 тысяч клиентов. И оно 100% будет доставлено. В отличие от, допустим, email-рассылки, которая попадет процентов на 70 спам, а та, которая не уйдет в спам, ее просто не откроет. Здесь 100 тысяч человек прочитают ваше сообщение. Может быть, без нескольких, у которых телефон будет в данный момент выключен или потерян. Итак, вот это сообщение срабатывает, и у вас моментально идут партнерские переходы по ссылке. Итак, одна небольшая купюра превращается в список купюр. Я постарался не делать красочные анимации, не делать каких-то больших презентаций. Я попытался показать вам ту возможность, которой вы можете воспользоваться, выбрав реальный бизнес. Бизнес, построенный на создании полезной для людей услуги, востребованной для услуги. И я решил показать вам несколько незанятых ниш. Потому что ниша разработки мобильных приложений, в обычном понимании, она занята. В ней хорошие деньги, и она занята. Я вам покажу те ее подниши, где на сегодняшний день практически очень много заказов, и практически мало тех, кто эти заказы готов обработать. Вы сможете обработать эти заказы, и сможете для начала позволить себе жизнь бедного разработчика мобильных приложений. Вы хотите так жить? Хотите каждое утро просыпаться, наблюдая один из красивых уголков мира? Вы хотите жить той жизнью, которую вы сконструировали себе сами, а не той жизнью, которую вам навязали? Тогда приобретайте наше руководство. Количество копий будет ограничено. Вы сможете перейти по ссылке под этим видео и приобрести руководство прямо сейчас. И уже сегодня вы создадите первое мобильное приложение, и сегодня вы сделаете первый шаг к тому, чтобы начать неплохо зарабатывать. Я думаю, что со временем тема вам понравится, и вы станете серьезным разработчиком мобильных приложений. И вы станете уже не бедным разработчиком, а вы позволите себе отдельный коттедж, дом или виллу в том уголке планеты, который вам придется по душе. Спасибо за то, что были с нами, за то, что смотрите наше видео, за то, что читаете нашу подписку 100секретов.рф. Спасибо вам. Переходите по ссылке под этим видео, приобретайте руководство. Это руководство вам обязательно понравится. Вы сможете заработать хорошие деньги. Желаю вам удачи, друзья. Желаю вам свершений. Желаю вам больше путешествовать. И желаю вам создавать свою собственную жизнь. Переходите по ссылке и приобретайте руководство. Успехов вам, друзья.